Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Пазл Инглиш Заканчивается уходящий год, наконец-то он был непростым Если вам хочется подвести итоги, пожалуйста, напишите нам о них здесь в комментариях Ну а мы завершаем этот год на лайтах Сегодня мы с вами разберем лексику на примере интервью с Дженой Артега Где она отвечает на вопросы о ней, которые люди чаще всего вбивали в Google Она снялась в сериале Wednesday и стала звездой мгновенно Она набрала 12 миллионов новых подписчиков запрещенной соцсети с тех пор, как сериал вышел в прокат С наступающим вас всех и поехали Только сейчас вы можете сделать себе подарок на Новый год Вы получаете полный доступ к платформе на 5 лет Кроме того, вас ждут новогодние подарки от нас и наших партнеров Урок с преподавателем, оксфордский тест, 3 месяца puzzle movies Книга от Meef плюс книга от Litres и скидка 20% на последующие покупки Не упустив свой шанс начать учить английский прямо сейчас Здесь нас интересует фраза Это пассивная конструкция, которая означает быть родственниками, если мы говорим про людей Или иметь отношение к чему-то Например Я знаю, что мы похожи, но мы не родственники Тем не менее, проблемы со зрением, судя по всему, относятся как к тревожности, так и к депрессии Тоже фраза Нас интересует здесь фраза В контексте актерской профессии значит играть роль То есть Джена играет Wednesday, но до этого этот персонаж уже был сыгран другими актрисами Она как раз об этом говорит Ну и флолесли это наречь от слова флолес, что означает безупречный, идеальный, без единого изъяна Weird это странный Синонимом будет слово strange И если вам нравятся разборы сериалов, то у нас есть другой сериал как раз с этим словом Stranger Things, очень странные дела Ссылка на этот разбор будет в описании, посмотрите Следующая фраза Создавать ожидания или представления о чем-то Можно по отдельности использовать, можно вот так через запятую To stray это сбиться с пути, выйти за обозначенную территорию, уйти куда-то дальше Pressure, хорошее слово и хорошая фраза с ним, это про давление Есть много давления на тебя Об этом говорит Джена Причем давление может быть как буквальное, да, вот давление, так и психологическое Лучший способ воздействия на такого рода кровотечение, это крепко зажать, чтобы остановить Это в буквальном смысле в переносном Я не могу концентрироваться, когда на меня давят Остальные знаки зодиака у нас Можете написать свой знак зодиака нам тоже в комментариях Я вот, кстати, рыбы Едем дальше Наречие, судя по всему Это нерешительное, в том смысле, что человеку тяжело принимать решение, делать мудр Это ладить очень хорошо, причем сразу, да, вот вы встретились, сразу же понравились друг другу, сразу же нашли общий язык Здесь Джена использует интересную метафору, она говорит Я чувствую, что Мэдди и я, это один и тот же человек, просто разным шрифтом Фонт, это шрифт в компьютере, да, который У нас уже было сегодня слово weird, вот weirdo, это существительно образовано от того прилагательного Это когда мы человека хотим так назвать, он чудак или она чудачка Обноxious, замечательное слово, навязчивое, все время лезу к нему Станц, это очень киношный термин, это трюки, которые, как правило, есть еще понятие Это когда у актера есть его дабл, который за него делает трюки Джена говорит, что делает сама Я люблю или мне очень нравится, что они так сильно ценят свою культуру Дальше она рассказывает про съемки в фильме X и убили ли ее, не буду спойлерить И как она пришла после этих съемок на встречу с Тимом Бертоном в гриме после 24 часов без сна Встретились они по зуму и когда он ее увидел в этом гриме с кровью на лице, с слипшимися волосами, уставшую, он рассмеялся Мне это показалось очень умильным Это что-то, что вас умиляет, такое вот Вот такое ощущение Дальше она рассказывает про свою первую роль в кино и говорит так Я была как губка, так же как по-русски Просто впитывала в себя все, потому что для нее это была первая роль Впитывать, переваривать информацию, осмысливать, вот такое значение Говорит она и хохочет Это ссылаться на что-то или на кого-то Он всегда ссылается на свой дом, как на убежище, например Я очень везучая И дальше я понимаю, что я нахожусь в привилегированном положении В этом смысле Бег, наверное, это все уже знают после песни Моноскин Беггинг Это умолять, украшивать, просить Он ее видел, но отказался хоть как-то это показать То есть, если по-другому перевести, он ее проигнорировал, хотя он ее видел Тот, кто ест только рыбу и не ест мясо Тот же корень, что и было в слове Она отвечает Так себе Не очень хорошо Это можно отвечать про что угодно Ты себя чувствовать можешь не очень хорошо Или делать что-то не очень хорошо Наречие очень подходит Запоминаем предлоги Превратить что-то в карьеру То есть, начать, чтобы делать профессионально Она говорит про пение И вот из пения она карьеру бы делать не хотела Ты вдохновляешь людей на то, чтобы они преследовали свои мечты, чтобы они шли за мечтой Иманс, огромный Тут имеется в виду Иманс, респект Огромный успех И челло Это сокращенно от виолончель Ну что ж, на сегодня это все Если вы еще не смотрели Уэнсдей Этот сериал есть на Puzzle Movies А впереди у нас январские праздники Как раз можно будет посмотреть Я вас поздравляю с наступающим Новым годом Пусть он будет для вас Каким-то гораздо лучше, чем этот Потому что он для всех для нас был непростым Учите английский по фильмам, сериалам и видеороликам с Puzzle English И до встречи в новом году Субтитры сделал DimaTorzok